Поехали. Евгений. Так, кстати, вопросов немного, за полоса уложимся. Расскажите, пожалуйста, в чем смысл поращивания косточек в холодильнике? Защитить от плесени или что-то другое? Нет, наоборот. Знаете, целую лекцию читать не получается. Можно садить перед зимой. Есть варианты сразу после плодоношения, окончания плодоношения. Второй вариант – осенью, третьей зимой. Четвертой – весной. Предварительно замочив, а вот зайдут. И самый, как бы сказать, распространенный – это солификация. Она имеет смысл совсем другой. Не из-за плесени, а вот именно что-то другое. То есть, когда-то растения пережили несколько ледниковых периодов. Я фантазирую, учтите. И выживали по принципу, какие-то сразу погибли. Какие-то… Это зависело от некоторых разбросов именно в геномах. То есть, они становятся… Знаете, частные случаи геномов назывались фенотипами. То есть, они уже чуть-чуть какие-то особенные. Смотришь, отлежались. Один ледниковый, второй. Чудо прошло. Он, может быть, даже сто лет. Но он взял, зашёл. Он приобрел качество лежать и сходить именно после минусовой температуры. И наоборот, потерял качество, именно качество. Может, потеряли его хвосты, а вернуть-то уже не можем их. Так вот, потеряли качество, сходить в тёплое время. И вот чудеса творятся. С плащим ковром лежат семена под деревом. Проходит весна, ни одна не зашла. Вот так вот. Некоторые всходят, но и то есть, их подальше отнесло от этого дерева. Ни погодой отнесло, ветром отнесло, животное перенесли на своей шкуре, пропустив через желудки и так далее. И мы говорим в частном случае про плодовые деревья, про те самые, которые, когда над Европой был ледник, ушли в Африку. Так. Или оставались в таком состоянии, когда между Африкой и Северной Европой, и Средней Европой, оставался кусочек земли, называется, ну, вспомните, в шерстистых моментах, вот, Сибирью. То есть Сибирь была вот тут вот. Мы же говорим именно про Европу. Почему? Пошло обратно к нам с Египта, с Италии. Всё, 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 всё. Мы всё возвращаем на север. И мы используем эту способность косточек и семечек. Именно переживать холодное время, а потом сходить. Именно вот эта часть и касается как раз. Абрикосы, яблок, гурстриф, персиков, черешин, мишин. Вот, семь или восемь пальцев. Они-то как раз и были европейцами. Они как раз и ушли. Ушли это образом, сами понимаете. Где выжили, там, считайте, туда и ушли. Потом отступают линейки, они пошли обратно. А особенность, а ведь это же шло десятки, сотни тысяч лет. А может, миллионы. Учёные до сих пор спорят, а раз они спорят, значит, точно мы правду не знаем. Последний вековый период произошёл всего 10 тысяч лет назад. У нас и принято считать, что цивилизация всего 10 тысяч лет назад, а до этого у нас были хвосты. Довольно грубое, я бы сказал, спорное утверждение. И у деревьев свои хвосты. В чём выражались хвосты в деревьях? В том, что они приобрели возможность пережидать самое страшное холодное времена в спячем состоянии при небольшой плюсовой температуре, допустим, под снегом, или даже минусовой температуре. А потом прекрасно сходить. Мы, не я первый, я просто понял, чё к чему. И у меня было всего два случая таких ярких. Груша, тысячу штук сажаю на подвое, не всходит. Годом раньше такое впечатление, взошли все, густой ковёр. А это была посадка, ну, скажем, где-то образно, в октябре. Ура, обрадовался я. Несколько лет у меня хватало этих груш. Питомничек небольшой. Потом опять кончились подвое. Я опять сажаю с тысячу, ну, не считал, но, допустим, тысячу груш. Они не всходят. И чё, думаю, перебедую. Вот, ещё год опять не взошли. Больше я ждать не стал. Я сказал, всё, перехожу на стратификацию. Вот на ту самую, которую подсказали ледниковые периоды. Вот и всё. Второй момент. Попробовал с абрикосами. Посадил тысячу пятьсот штук. Вот. Я за ними не ухаживал. Посадил осенью. Забыл. Прям сухими. Весна пришла. Сто семьдесят зашло. И вроде бы катастрофа. Ведь я бы мог иметь столько подвое. А с другой стороны, какие взошли. Самые такие. Ух, какие они взошли. Ух, какие они. Вот они составили основу моего сада. Которые взошли. Теперь. Но опыт отрицательный. Ведь если одно дело, когда селекция. Значит, это плюсовой случай. Когда взошёл там каждый девятый. Это для селекции годится. А для мани-мани не годится. Значит, я до сих пор и абрикосы, и всё остальное перевёл на сертификацию. Весной. Да я вам показывал эти уже, наверное, в общей сложности штук-стоп фотографии показывал. Прекрасно. Пусть сертификацию сходит. Причина. Я им создал. Это я всё длинно говорил. Теперь коротко. Евгений, я создал условия природные, при которых хранение в безморозном состоянии, потому что это опасно. Но плюсовом приводит к тому, что к весне большинство из них просыпаются. Часть прямо в холодильнике. У них разброс по качествам большой. Все они взойти не могут. В природе получилось вот такое разнообразие. Почему? Что такое природа? Ранее весна взошли одни, другие вообще не взошли. Поздняя весна, те, которые должны были, взошли те, которые поздно, а которые ранее, они взяли, просто не взошли. Потому что это не их день, не их свадьба. И получается так, что из-за этого развороза качеств, все взойти не могут в холодильнике. Входит только часть. Я высаживаю и те, если сильно рано, то надо в горшки. Ну, у меня глаз набитый, поэтому у меня горшки не нужны. Я сразу потом высажу, высаживаю. Да у меня даже вот фильм свежий есть, детишками садил, пироши. Вот. А те, которые не взошли, дальше в холодильнике не ржу тоже. Там солнышко, тепло, земля согревается, большинство из них тоже всходит. Некоторые не сходят никогда, или, может, на второй, третий год. Это я называю резерв главнокомандования. Но им этим резервом командуют уже там, на небе. Какой-нибудь архалгий от этого самого, который тоже под Богом. Надо, чтобы катаклизмы будут. А этот зашел погиб. Эти взошли на второй год погибли. А тот взял и пять лет отлежался. А через четыре года небо, тучи расшлись, пыль осела космическая. И на пятый год. И как раз взял, он зашел. И жизнь продолжается. Вот так я вам отвечаю. Ну, а плесень. Плесень зависит от того. Самое главное, не умудриться найти такой состав песка мокрого, не мокрого, влажного, чтобы, если суховато будет, вообще не взойдут. Вот они, да не как бы, когда суховато, да не как бы сальфикация не существует. Почему? Мы повторяем качество, которое присуще именно снежной зиме, сырой зиме. Спасибо. 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 Спасибо.